Здравствуйте! Это программа Репортеры. Я Алексей Коноплёв. Если вы что-то пропустили, что-то не увидели, куда-то не сходили и где-то не поучаствовали, мы восполним пробелы. Жизнь города, как она есть за 15 минут, смотрите в итоговом выпуске. Поползли. Жители дома по улице Аврора оказались в шаткой ситуации. Провалился фундамент. Где сейчас живут люди и смогут ли они когда-нибудь вернуться в свои квартиры? Уникальный добрый солнечный. В Самаре впервые выступил театр без границ. В главных ролях дети с синдромом Дауна. Каким они видят мир и как относится общество к солнечным актерам? Самарская фабрика звезд. В городе прошел конкурс непрофессиональных музыкантов «Голос по Волжье». Кто и чем поражал жюри и нашелся ли тот самый уникальный артист всех времен и народов? Жители многострадального дома по улице Аврора вернутся к себе домой. Возможно, это произойдет в течение ближайших недель. Напомню, в прошлый четверг в железнодорожном районе произошло ЧП. Около одного из домов провалился грунт. 27 человек в экстренном порядке эвакуировали. Где сейчас живут люди и как обстоит ситуация на сегодняшний день? Репортер следил за развитием событий. Жужжание машин и звонкие удары молотка разносятся на всю округу. Для многих это спасительные звуки с утра пораньше около 20 дома. По улице Аврора кипит работа, коммунальщики вбивают железные опоры и укрепляют грунт. До этого несколько дней сюда один за другим приезжали КамАЗы с землей и щебнем. Около 50 раз им пришлось повторить один и тот же маршрут. Причиной всего этого человеческого и автомобильного столпотворения стал провал. Четверг, полдень, многие с утра закрыли квартиры и ушли по делам. Татьяна Иванова, мать четырех детей, одна из тех, кто в этот момент находился в доме. Около полудня женщина услышала жуткий треск. Ощущение, что земля стала уходить из-под ног. Она быстро собрала детей, выбежала на улицу и увидела огромную яму. Грунт около дома дал глубокую трещину. Вот у нас прям видно, вот смотрите, у нас потолок отдельно. Все, стена отдельно. На место сразу же выезжают сотрудники областного МЧС, полиция и коммунальщики. Специалисты констатируют, провал составляет 4 квадратных метра и уходит в глубину на 15. Есть угроза обрушения здания. Находиться в нем категорически запрещено. В 16 часов было произведено отключение от газоснабжения. Сейчас будет произведено отключение от электроснабжения. Эти мероприятия необходимо выполнить целью безопасности до окончания работ. Потому что сейчас у нас наблюдается весенняя погода, оттаивание грунта и, возможно, различные ситуации. Территорию огораживают жильцов в срочном порядке. Эвакуируют, просят вывезти документы, деньги и вещи на первое время. Неизвестно, когда они вернутся сюда и вернутся ли вообще. Я была на работе, мне звонит мама, говорит о том, что дом расселяют сегодня. Короче, нужно срочно выезжать и все вещи вытаскивать, как можно больше вытащить всего. Многодетная мать Татьяна Иванова тем временем отказывается от эвакуации. Объясняет, что дети испытали шок, сейчас их заберет бабушка. Женщина боится оставить все нажитое не по сильным трудам. В этой ситуации с провалом она не видит ничего необычного. Дом уже давно трещит по швам. Установишь, месяц проходит, опять надо подкладывать, устанавливать. Дверки на шкафу падают постоянно. То есть уходят, у нас полы капитальные. Не говоря уже, там мышки ходят. Вот у нас под батареями все лопается. Татьяна остается в квартире, все остальные уезжают. Всего в доме проживают 27 человек. Тем, кому некуда идти, предлагают временно разместиться в ближайшей школе. Там организованы спальные места и горячее питание. Началась паника, все люди бегали, последние вещи хватались. Было очень страшно. Потому что сказали, что дом в любой момент может рухнуть вниз. В школу приезжают 5 человек. Все остальные находят приют у родственников. На следующее утро после ЧП жильцы приезжают к своему дому и организовывают дежурство. Им помогает весь район. Соседи зовут на горячий чай. Елена Симонова живет в 18 доме. Пока, говорит она, чаю можно попить и у нее. Но может случиться, что скоро ей придется искать новую крышу. Пошла опять. Вот, пошло, пошло. Вот они 25-го, 4-го, 15-го поставили. И все. И вот это дальше, вот оно все идет. И теперь здесь все будет. До чего доведет эта трещина – вопрос подвохом. Точную причину провала специалисты не называют. По одной из версий соседей, яма могла образоваться после того, как снесли соседний дом. Следом за этим домом поплыл этот дом. Если этот дом снесут, то, конечно, мы пойдем. Тут просто вот ямы, вот здесь без конца каждый год копают у нас. Ремонтные работы будут вестись до полной ликвидации. ЧП жильцы планируют вернуться в квартиры в течение недели. Но разрешит ли экспертная комиссия, пока неизвестно. В данный момент в доме нет газа и электричества. Еще одна история – леденящая кровь. Предупреждаю, после просмотра следующего сюжета вы можете отказаться от посещения салонов красоты. Недовольный посетитель облил парикмахера бензином и поджег его заживо. В суде промышленного района начались премии по поводу шокирующего инцидента. История произошла летом прошлого года. Поджигатель свою вину отрицает и утверждает, что все произошло абсолютно случайно. Кто окажется прав и как сейчас обстоят дела у пострадавшего – подробности из зала суда. Ползущий за бутылкой человечек на запрещающем знаке теперь войдет в историю этого места. Нетрезвых клиентов необслуживаемо мило просит администрация парикмахерской эконом. Владелец заведений Мироделых Маджанов даже представить себе не мог, что именно эта вывеска знаменует один из самых шокирующих дней в его жизни. 5 июня прошлого года в этой парикмахерской загорелся живой человек. Именно здесь сидел Исмаилов Бахтиер. И на него оплескивает сразу. Он резко встает, сразу он поджигает сжигалкой и получается в пламени. 25-летний бахтиер Исмаилов ждет начала заседания в промышленном суде. Через несколько минут начнутся прения сторон. Лицо пострадавшего говорит само за себя. У меня верх пояса полностью. И пересадка сделалась нога. И ног тоже, можно сказать, пострадал. На скамье подсудимых господин Тюрин. Он находится в добром здравии. Только стыдливо закрывает лицо папкой. Хотя оно у него в полном порядке. Лето 2015-го. Обвиняемый вместе с товарищем заходит в парикмахерскую. Оба навеселе. Мужчины просят подстричься. Владелец тактично отказывает и просит зайти в другой раз. Завязывается конфликт. Тюрина выставляют за дверь. Дальше, по версии следствия, несостоявшийся клиент идет на ближайшую заправку. Набирает канистру бензина. Возвращается в салон и в считанные секунды обливает бахтиеры и поджигает его. Тюрин вину свою не признает. И считает, что он причинил телесные повреждения в результате неосторожного обращения с бензином. Сейчас понимают, что нужно было избирать немножко другой способ. Всказывание своего недовольства и защита своей позиции. После высказывания своего недовольства Тюрин убегает. Горящего бахтиера начинает тушить владелец салона. В это время огонь перекидывается на всю парикмахерскую. Это происходит на глазах у десятков людей. По соседству в этом же помещении находится продуктовый магазин. С огнем справляются еще до приезда пожарных. В этот момент бахтиера отправляют на скорой. Владелец парикмахерской утверждает, к счастью, в салоне в этот момент не было клиентов. Здесь, если было бы кто-то, то заживо-мертвое пошел бы кто-то. Операции и долгая реабилитация. Сейчас 25-летний молодой человек находится полностью на содержании родственников. Он все время дома и в одиночку может гулять только неподалеку. Возможно, зрение восстановится, но не полностью. Ну, пока все нормально, но работать не могу. У меня глаз, правый глаз не видит сейчас. Врачи сказали, как заживают, но пока не заживают. Сторона потерпевших требует стюрина около 3 миллионов рублей. Сюда входят расходы на лечение и пластические операции для парикмахера. Владелец салона хочет, чтобы ему возместили расходы на ремонт. Гособвинение предложило сократить сумму до миллиона рублей и затребовало для подсудимого 10 лет лишения свободы с ограничением ее на один год. В апреле по делу будет вынесено окончательное решение. К счастью, на минувшей неделе в Самаре происходили и более позитивные события. Например, самарский музыкант Алексей психически объявил в розыск молодых людей. Приметы. Они должны хорошо петь, но при этом не зарабатывать музыкой на жизнь. Они могут вот так в мажоре с широкой улыбкой в модном стайле, а могут вот как в мрачных тонах в коже и с ярким мейкапом. Тоже стайл в миноре. Для некоторых это первая в жизни гримерка. И ничего страшного, что человек так на 50. Зато звучит солидно сюда, пускай только тех, кто выйдет на сцену. Гости начинают собираться за час до начала мероприятия. Они нерешительно заходят в зал и сразу скрываются в темноте мягкой зоны. Самым энергичным оказывается организатор всего этого. Алексей психически появляется то в одном конце помещения, то в другом. У него сегодня тоже в каком-то роде премьера. Те мероприятия, которые я вообще проводил, у меня никогда не было столько участников. И я сегодня проснулся с мыслью, что я сегодня запарю весь конкурс. Потому что их очень много. Но мы будем стараться и, надеюсь, справимся. Назвали конкурс просто без лишних поэтических оборотов. По факту. Голос Самары. Площадка свободного микрофона для непрофессиональных музыкантов. В жюри музыканты профессиональные, певцы оперные и критики музыкальные. Вокалисты, которые нравятся мне, они славны вовсе не диапазоном голоса, не точностью попадания в ноты. Скорее, это большие харизматики. И очень хотелось бы сегодня видеть именно таких людей. К началу конкурса в зале набираются уже больше сотни человек. Они прошли предварительный отбор. На то, чтобы показать себя, у них будет всего один трек. Петь можно под фонограмму, гитару и любые другие инструменты. Эта харизматичная парочка нашла контрабас. Они заведомо уверены в победе. Не зря один похож на Элвиса, а другой на Курта Кобейна. Сомненно. Вообще прям презрительские симпатии минимум возьмем. Меня зовут Риман Ксения. Я с песней «Небо». А это самая молодая надежда самарской эстрады. Второклассница Ксения Риман специально готовила наряд вместе с мамой и с намеком учила песню «Евровидение». Я учила ее недолго. Просто прям сразу запомнила и все. К концу четвертого часа, кажется, уже само жюри остается без голоса. А конкурсанты все поют без остановки. Лучшим подарили возможность записаться в студии и выдали сертификаты для нужных покупок в музыкальных магазинах. А всем остальным по суровому закону песенного жанра обещали перезвонить. Мы продолжаем тему артистов. Следующая история об откровенной и очень доброй премьере. Единственный в городе инклюзивный театр без границ показал свою первую постановку в ролях «Дети с синдромом Дауна». Их называют солнечными. Одни смотрят на них с удивлением, другие не видят никакой разницы и объясняют всем. Ребята ничем не хуже сверстников. О том, что главное в жизни и где брать силы, если их нет, в нашем сюжете. Бабка за бабку, бабка за дедку, дедка за ребятку. Когда по одному слишком сложно, усилия лучше объединить и вместе идти к одной единственной цели – быть счастливыми. Они это заслужили. За несколько минут до начала спектакля в гримёрке «Суета и неразбериха» сегодня не просто премьера. Впервые на сцену выйдут солнечные актёры. 26-летняя Елена Пестова играет одну из основных ролей. Когда они на сцену уже пришли, они здесь более стали ближе подходить друг к другу. И общение. Вот она их за маленькими подглядывает, как говорится, за ними. Дает им указания. И с большими вот девочками тоже. То есть хорошо дружат, получается нормально. Да, у нас синдром Дауна. Но мы очень многое умеем. Мы умеем плавать, ездить на велосипеде, на самокате, плаваем и под водой, и на воде. Моё понятие к этому театру – это безграничная любовь. Объединить, то есть обществу дать понять, что мы все разные, но мы все равные. Татьяна Куюкова каждый день разрушает границы, созданные другими людьми. В её театре играют дети. И неважно, сколько страниц в их больничной карте. На сцену выходят абсолютно здоровые малыши вместе с теми, кто работает над своим здоровьем. Задержка в развитии, синдром Дауна – это не приговор, а лишь повод ещё больше заниматься ребёнком. Неприятие людей на улице. И нас из площадки выгоняли. Говорили, что убирайте своих дебилов отсюда. Ну, вот так вот было сложно. Дети, они все должны быть, дети, они ничем не должны отличаться. Я с вами объясняю, конечно, что дети есть всякие, разные, и всех надо уважать и любить. Я к ней отношусь со всей строгостью, как говорится, и требую от неё, чтобы она соответствовала, как говорится, жила по жизни уверенным и смелым человеком. Каждая история трогает до глубины души. Людмила Алексеева будет сегодня исполнять танец «Королева красоты. Платье шили на заказ». Приготовление проходит под строгим контролем мамы. Мы разговаривали с психологом, и психолог посадил её, и маятником говорит, сейчас до десяти я досчитаю, и ты заснёшь. И он утверждал, что ты самая лучшая, ты самая самодостаточная, у тебя своя жизнь, ты красивая. И мы сидели, я первый раз такие слова слушала, когда мы иной раз даже не говорим нашим детям, об этом забываем. 21 марта – Всемирный день человека с синдромом Дауна. Самара присоединяется благотворительным концертом «Солнечные дети». День выбран не случайно. Синдром Дауна связан с тремя копиями 21-й хромосомы. Зрителям показывают и объясняют. Вокруг солнечных людей много мифов и предрассудков, и инвалидность – это не повод замыкаться в себе. Через уже четыре месяца после аварии я восстановился на учебе в Самарском государственном университете и успешно закончил очную форму обучения. В конце концов, отсутствие рук не мешает работать в голове. Когда у человека есть какие-то физические ограничения, это вдвойне важнее показать, что там душа, она намного прекраснее, чем люди видят наше тело. Постановка «Репка» на сцене «Театр без границ». Бабка, дед, внучка, кошка, мышка и маленькая рассказчица. Только общими усилиями получится одно дело – самое важное, чтобы, как в сказке, все были счастливы. Бабка за дедку, дедка за «Репку», тянет по татике и вытянет! На этой хорошей ноте я с вами прощаюсь. Увидимся уже завтра. И напоминаю, что больше новостей о жизни большого города вы сможете всегда увидеть на сайте телерадиокомпании «Губерния». Редактор субтитров А.Семкин